здравствуйте дорогие ребята сегодняшний урок русского языка буду вести я князева ирина васильевна не очень хочется урок начать прекрасного стихотворения николая красильникова послушайте его придумано кем-то просто и мудро при встрече здороваться доброе утро доброе утро солнцу и птицам доброе утро улыбчивым лицам и каждый становится добрым доверчивым пусть доброе утро длится до вечера ребята я вам желаю сегодня прекрасного доброго дня живет в нашей азбуке фокусник а как его зовут вы ребята сейчас догадайтесь сами мягкий голос мягкий шаг это буква конечно же мягкий знак и сегодня мы с вами будем говорить о мягком знаке тема нашего сегодняшнего урока разделительный мягкий знак сегодня на уроке мы продолжим знакомство с мягким знаком познакомимся с разделительной функции этой буквы и потренируемся читать слова но прежде давайте вспомним что такое словарные слова словарные слова это непослушные слова написание которых мы никак не можем проверить потому что они не подчиняются ни одному правилу русского языка их просто-напросто надо заучивать запоминать но в этом нам поможет загадка слушаем он растрепанный дрочливый непоседливый крикливый на асфальте под окошком хлеба собирает крошки искупается в пыли или в луже на миле отгадайте поскорей кто же это конечно же воробей ребята вы все знакомы с этой птичкой конечно мы ежедневно ее встречаем потому что она живет недалеко от жилища людей а знаете сколько весит воробей двадцать пять тридцать пять всего грамм но иногда бывают особи чуть побольше а живет воробей около четырех лет кстати некоторые особи достигают возраста десяти лет а вы знаете что в америке в бостоне стоит памятник воробью за борьбу с насекомыми вредителями а сейчас откройте свои тетрадки нужно помнить о правильной посадке за столом возьмите ручки задание напишите слово воробей себе в тетрадку подчеркните буква сочетания ора правописание безударных гласных о нужно запомнить итак возвращаемся к нашей букве мягкий знак вспомним что мы уже знаем об этой букве звук она не обозначает слов не начинает поэтому заглавные буквы мягкий знак нету и смягчает впереди стоящий согласный продолжаем работу в тетрадках ребята пропишите буквосочетания нья нь лье и ль следим за высотой шириной и наклоном букв прописали самая ровная буква сочетания наградите коронкой вот так подчеркните те сочетания где мы слышим только один звук нья нь лье и услышали проверяем итак ребята ответьте на вопрос какую функцию в этих сочетаниях выполняет мягкий знак конечно же он смягчает согласный звук а какую функцию выполняет мягкий знак в сочетаниях нья и лье мы узнаем из сказки вторая работа мягкого знака послушайте внимательно эту сказку все ли удобно молчаливый мягкий знак совсем не любит скучать больше всего ему нравится работать работа для него ребята это игра так весело наблюдать как изменяется согласный из твердого тот час становится мягким например полка полька мол моль гол голь горка горько работает мягкий знак веселиться приселом отдохнуть смотрит в сторонке стоят гласные с ножки на ножку переминаются не все гласные а только я ё ё ё ё ё ё ё и и здравствуйте вежливо поздоровался мягкий знак я вижу у вас ко мне какое то дело 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 загомонили буквы и стали выталкивать букву я вперед ну скажи скажи почему все время я отнекивалась буква я то ли притворялась скромницей то ли на самом деле застеснялась буквы начали говорить хором но сбились и совсем запутались конце концов слова предоставили буквы и Гласные «е», «ё», «ю», «я», когда стоят в начале слова, образуют два звука. Посмотрите, «е», «и», «э», «еда», «если», или «ё», «и», «о», «ёж», «ёлка», «ю», «и», «у», «ю», «ла», «юк», «я», «и», «а», «яркий», «яма». А когда они стоят после согласных, те начинают звучать мягко. Вот послушай. «Не» в слове «невот», «мё» в слове «мёд», «лю» в слове «любимый», «ня» в слове «меня». Две работы, значит, выполняют молодцы, и я бы так хотел, похвалил их мягкий знак. «Так ты согласен нам помочь?» – обрадовались буквы. «Ура!» А что надо делать? Дело в том, что иногда и в середине, и в конце слова мы тоже должны изображать два звука. Но почти все согласные так привыкли смягчаться, приведи нас, что сразу начинают звучать мягко. Мы даже не успеваем им объяснить их задачу. Да, пожаловалась буква «я». Вот, например, нужно написать слово «семья». «Семья» – это родственники, которые живут вместе. А получается слово «семя». «Семя» – это зернышко. Понял, неожиданно твердо сказал мягкий знак. «Если нужен буду, зовите меня. Буду я вас с согласными разделять, чтобы вы могли свою двойную работу выполнять». «Да у тебя теперь две работы будет, мягкий знак». Так с тех пор и повелось. В одних словах мягкий знак указывает на мягкость согласного, а в других словах работает разделительным. Итак, понравилась сказка? Что вы поняли из нее? Во-первых, мягкий знак обозначает мягкость согласного звука, а во-вторых, отделяет согласный от гласного. А теперь послушайте загадку. «Летом вырастает, а осенью опадает». Что это такое? Конечно же, «лист». Измените, ребята, слово так, чтобы из одного стало много. Какое слово получается? Конечно же, «листья». Что изменилось в этом слове? Появился мягкий знак. Давайте его уберем. Что получится? «Листья». Такого слова в русском языке совершенно нету. Возвращаем назад. Теперь все правильно. «Листья». Послушайте следующую загадку. «Его весной и летом мы видели одетым». «Его весной и летом мы видели одетым». «А осенью с бедняжки сорвали все рубашки». Что это такое? Конечно же, «дерево». Еще слушаем. «У него четыре ножки. Он не ходит по дорожке. Он не прыгает, не скачет, не смеется и не плачет. Тихо у стены стоит. Кто устал, присесть велит». Догадались? Конечно же, это стул. Следующее. «Я у мамы не один. У нее еще есть сын. Рядом с ним я маловат. Для меня он старший. Брат, конечно». Теперь послушайте задание, ребята. Слова «дерево», «стул» и «брат» измените по такому же принципу, как слово «лист». Один – много. Проверяем. Что получилось? «Листья», «деревья», «стулья», «братья». Что изменилось в этих словах? Появился мягкий знак. Обратите внимание, где он стоит. После согласной, перед гласной. Посмотрите внимательно на слова. Прочитайте их. «Веселье», «пень», «муравьи», «листья», «альбом», «осенью», «белье», «окуньки», «конь». Что, ребята, объединяет эти слова? Во всех словах есть мягкий знак. Теперь поделите слова на две группы. В первую группу мы отнесем слова, где мягкий знак будет смягчать спереди стоящий согласный. А во вторую группу слова, где мягкий знак будет работать разделительным. Проверяем. Прочитайте слова из первого столбика. «Пень», «понь», «альбом», «окуньки», «осень». В этих словах мягкий знак стоит в середине или в конце слова и смягчает впереди стоящий согласный. Прочитаем слова из второго столбика. «Листья», «муравьи», «осенью», «белье», «веселье». В этих словах мягкий знак является разделительным. Запишите слова из второго столбика в свою тетрадку. «Листья», «муравьи», «осенью», «белье» и «веселье». Можете точно так же самое красивое слово наградить коронкой. Подчеркните разделительный мягкий знак вместе с буквой, перед которой он стоит. Проверяем. Посмотрите, ребята, мягкий знак стоит после согласной, перед гласными «я», «и», «ю», «ё» и «е». А теперь давайте вспомним, чем мы занимались на сегодняшнем уроке. Познакомились со словарным словом «воробей», научились его писать. И сказки узнали, что мягкий знак, помимо того, что смягчает согласные, может быть еще разделительным. Потренировались читать слова с разделительным мягким знаком. И, конечно же, узнали, что разделительный мягкий знак стоит после согласных, перед гласными «я», «ё», «е», «ю», «и». Послушайте, ребята, внимательно домашнее задание. Придумайте свои слова с разделительным мягким знаком и запишите в тетрадке. Устно, с этими словами составьте предложение. Итак, ребята, давайте ответим на вопрос, почему мягкий знак является фокусником. Он звука не обозначает, слов не начинает, смягчает впереди стоящий согласный. И сегодня мы узнали еще одну тайну мягкого знака. Он может быть разделительным. Я очень рада была для вас провести урок. Всего доброго!